Пассажирский паз задним колесом задел 13-летнего парня. На ноге теперь огромная ссадина и ушиб. Школьник рассказывает, шел с остановки, решил обойти сугроб, но поскользнулся и скатился прямо к дороге, по которой в этот момент и ехал автобус. Шел, поскользнулся, снег упал, автобус остановился, меня шаркануло, он покрутился, малинка приехала скорая, начальник ГАИ, меня в округе сдала скорая и все. Медиков вызвали водитель и кондуктор автобуса. Мама пострадавшего говорит, ее сыну просто повезло. Травмы могли быть гораздо серьезнее, ведь на остановке просто страшные накаты снега. Тут как бы и водитель не виноват, и ребенок, я его начала сначала отчитывать, кондуктор сказал, что говорит, он так не виноват, скользко говорит, там будет любой. Ну, действительно, когда даже спускаешься с автобуса, то есть боишься наступить, что споскользнешься и сам уходишь под автобус. Все произошло в одном из районов на окраине города, но тем не менее автобусы здесь ездят регулярно и в большом количестве. Улица Красноярская одна из самых оживленных в зарельсовой части Канска. Вот та самая остановка сразу после инцидента, и пешеходную тропинку, и карман маломайский поочистили. Снежную кучу протащили вдоль по обочине, но, как говорят очевидцы, в день ЧП она была высотой, но если не со взрослого человека, то с ребенка точно. В компании пассажирских перевозок, которая принадлежит автобус, ситуацию прокомментировали. Водитель сам до сих пор не может оправиться от шока. Там, говорят, остановки в Канске после снегопадов в ужасном состоянии, и автобусы на линию выпускают на свой страх и риск. Страшно заезжать на них. Автобус такой крен дает. Неудобно выходить, заходить в автобус. Сейчас, конечно, почистили, но надо как-то вовремя делать. Потому что в такой ситуации работать очень тяжело. Водители, они уже даже отказываются работать в таких условиях. При этом коммунальщики делают все, что могут, но до сих пор справиться с последствиями снегопадов не получается. На весь город всего два грейдера, и сил не хватает. С начала года госавтоинспекция выдала им уже свыше 30 предписаний на устранение недостатков зимнего содержания дорог. В отношении юридического лица предприятия подрядчика, осуществляющего содержание уличной дорожной сети, в соответствии с муниципальным контрактом, составлено уже два административных материала. Первый – за нарушение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог. Второй – за неисполнение ранее выданного предписания. По факту происшествия с участием ребенка ГИБДД продолжит проверку. Автоинспекторы также выдали предписание городской мэрии. А в отношении службы заказчика, которая непосредственно отвечает за дороги, возбуждено административное дело. Анастасия Мосина, Александр Шумилин, Енисей, Новости.